Здравствуйте, знатоки-нумизматчики, зрительный канал Заметки Нумизмата. Сегодня давайте подведем наконец-то итоги конкурса, который у нас растянулся, аж два этапа. Напоминаю, конкурс был связан с фамилиями двух художников, Герасимов, Чихонин, с дмитой банкнотой по эскизам Чихонина, которая называется «Моржовка». В прошлый раз уже говорили о ней. Действительно, очень интересная купюра, пользующаяся большой популярностью, уходившая и в советское время, и во время правительства Белогвардейского на севере России, в том числе и в связи с своей действительно красотой и привлекательностью. А вопрос был не только о том, что за купюра, как она называется, на этот вопрос многие ответили, а что связывает двух художников? Герасимова, Чихонина, были приведены различные подсказки, некоторые правильно отметили, что два художника были тезками, оба Сергея Васильевича. В надежде на то, что эти ответы все-таки дадут возможность людям, как говорят в известной игре, что когда докрутить ответ немножко, мы решили сделать второй тур, дать второй шанс. Тем, кто почти правильно уже ответил, сегодня можем сказать следующее. Пять человек попытались все-таки до конца ответить на этот вопрос. Ну, например, Дмитрий Тупиков дописал правильно, что оба художника входили в сообщество «Мир искусства», общались между собой, участвовали в некоторых совместных проектах. Вообще по стилистике были весьма схожи между собой, что, собственно, и позволяло им делать работы похожие, и даже в ряде случаев, как мы это знаем, работы приписываются им обоим или с сомнением обоим. Андрей Митинский также отметил, что многие работы делали вместе или очень схожие работы с небольшой разницей во времени. Дмитрий Слава Маха отметил, опять же, что оба художника изначально «Мир искусники», также активно работали в советскую эпоху и, к тому же, экспериментировали с работами по керамике, в том числе, росписи керамики, росписи тех самых панно, о которых шла речь на зданиях в Москве. Все весьма близко. Наконец, Алексей Андронов отметил, что оба работали с фабриками Савы Мамонтова, обравцевскими фабриками, которые занимались также работой с керамической плиткой, ее разрисовкой или другими техниками, соответственно. Опять же, та же мысль, очень схожи по стилистике и имели одну школу. Участник с ником Мила Мила обратил внимание, что оба оформители, оформляли книги, журналы, ну, как уже было сказано, оба ходили в сообщество «Мир искусства» и оба работали с Савой Мамонтовым. Но, к сожалению, ни один из этих ответов, не тот, который мы от вас ожидали, неоднократно напоминалось, в том числе по итогам предыдущего тура, что они тезки. Я специально обратил внимание и попросил, прежде чем вы будете отвечать, а ведь сейчас не требовалось ответ на время, не требовалось переписывание каких-то статей, требовалось лишь подумать, почитать их биографию, возможно, ответ сразу же возник. Дело в том, что судьба их сложилась сильно по-разному. Сергей Васильевич Чихонин, очень популярный в ранние советские годы, занимавший также советской геральдикой ранней, при этом отмечавшийся как художник, застигающий прекрасных результатов, участвовавший в Советском Союзе в многочисленных выставках в Европе, неоднократно получавший золотые медали, как участник конкурса уже в советское время. В 1928 году из Советского Союза сбежал. История его побега некрасивая для художника, но не нам его осуждать, мы можем лишь констатировать факт, что будучи организатором советской экспозиции на выставке во Франции, привезя большое количество как раз работ с фарфором, Чихонин просто исчез. Вместе с ним исчезли многие ценные работы. Таким образом, этот художник, так прекрасно начинавший в имперское время, буквально прославившийся в советское время, в раннее советское время, имевший великолепные перспективы, писавший в стиле, как говорили, советского ампира, который на тот момент фактически только зарождался, этот художник предпочел быстрый заработок, скорее всего это было так, нежели к дальнейшим годам плодопорной работы, и предпочел остаться за рубежом, уехал в Германию, умер уже в Третьем Рейхе, в 1936 году. Его имя в Советском Союзе, естественно, стало неудобно произносимым. Он даже не белый эмигрант, он не миглировавший по каким-то идеологическим соображениям, он сбежавший с работами своих коллег. И имя Чихонина буквально вычеркивается из истории. Так же, как мы с вами знаем по многим фотографиям революционного времени, на которых потом, по мере того, как одного или другого деятеля революции репрессировали, художники буквально замазывали, затирали, ретушировали портреты, изображенных на общих фотографиях людей. Вот так и Чихонин был заретуширован в советской истории. О нем долгое время не говорили. А работы-то его сохранялись. Ведь изначально это работы на многих зданиях в Москве, это, опять же, иллюстрации, портреты. И, возможно, не только имя Чихонина было бы забыто, его работы были бы забыты или даже уничтожены, что со многими работами случилось, если бы не его коллега, вероятно, даже друг, но точно поклонник, другой Сергей Васильевич Герасимов. Схожесть не только их имен, они чески, еще раз повторяю, но и первые буквы фамилии, Г и Ч, которые могли писаться схожи в прописном варианте, позволили Герасиму позже на многие чихонинские работы подать заявления как на свои, даже приводя аргументацию в виде каких-то ранних переписок или сохранившихся воспоминаний о том, что где-то кому-то в Бесе, он говорил, что и эту, и эту, и эту работу делал он. И именно поэтому многие объекты, эти работы значатся под двумя фамилиями. Герасимов, так значилось очень долгие годы советского времени и чихонин, как было на самом деле, и как это вспоминается уже в наши дни. Многие обратили на это внимание, но так и не дали ответа. Схожесть между ними в том, что Герасимов выдавал многие работы чихонина за свои, пользуясь схожестью написания первой буквы, их фамилии и одинаковым именем, отчеством. Ну и, конечно же, очень схожей стилистикой. Но при этом Герасимов и спас для нас многие чихонинские работы. Я вас прошу более творчески подходить к таким вопросам, стараться задумываться над информацией, тем более, что все возможные подсказки были полностью даны, и даже многие подсказки звучали в предыдущих ответах, но не были использованы. Пожелую вам удачи в других конкурсах. Я думаю, мы сможем вам подготовить много интересных загадок, и, конечно же, обязательно наградим тех, кто даст действительно правильные ответы. И напомню, что мы ждем именно ваши ответы, ваши осмысления, потому что мы бы не задавали вам вопрос, если бы на него можно было ответить, просто скачав какую-то статью из интернета. Нет, мы просим вас вместе с нами размышлять, думать, давать свои ответы, и награды всегда найдут победителя. Удачи вам, смотрите наш канал, смотрите другие конкурсы, подписывайтесь. До свидания.